Добрый день всем, это канал Easy English, меня зовут Кирилл, и сегодня я расскажу вам о звуках T и T. Итак, оба звука произносятся одинаково, то есть вы поднимаете язык к верхним зубам и произносите немножко с придыханием. Эти звуки отличаются от того, как мы произносим звук T и D в русском языке они звучат более жестко, в английском языке они звучат более мягко, T и D, это так называемые взрывные звуки. Итак, для начала давайте посмотрим, если у вас находится, если у вас есть слово, которое заканчивается на букву T, и после него идет слово U, местоимение U, то произносится это все через звук Ч, то есть вы не произносите звук Т, А вы произносите вместо этого звук Ч. Например, повторяйте после меня What you? But you? That you? Like to? Don't you? Won't you? А сейчас давайте посмотрим, как произносятся эти слова в контексте. Итак, еще раз, если у вас звук Т предшествует местоимению U, он произносится как Ч. Например, I don't know what you're talking about. А теперь попытайтесь повторить после меня. I don't know what you're talking about. Обратите ваше внимание на то, что мы не произносим последний звук Т в словах don't и about. Также обратите ваше внимание на то, что U, R сокращается до You're. И все, что вам нужно произнести из Watcher. Watcher. А теперь мы это все соединяем в предложение. I don't know what you're talking about. И еще раз. I don't know what you're talking about. Также обращаю ваше внимание на то, что дифтонг O, U не произносится как АУ. АУ. Вы должны произносить его как АУ. АБАУ. Теперь давайте рассмотрим второй пример. Don't you like chocolate? Повторяйте после меня. Don't you like chocolate? И еще раз. Don't you like chocolate? Теперь давайте разберем этот пример подробнее. Итак, don't you, don't you, don't you like chocolate? Обратите ваше внимание на то, что в данном примере мы должны произносить звук Т вместе с U как Чу и не выбрасывать его, как в предыдущем примере. Потому что у нас после don't идет слово, начинающееся на Y. Слово шоколад произносится чоколад. То есть серединная О во втором случае, она выпадает. Получается, что вместо чоколад мы произносим чоколад. Давайте рассмотрим третий пример. Повторяйте после меня. I thought that you wouldn't come. Довольно сложное предложение для того, чтобы произнести его быстро и с непривычки может не получиться. Давайте рассмотрим подробнее каждый звук. Итак, для начала давайте рассмотрим that you. Здесь все должно быть предельно понятно. Вместо звука Т вы произносите звук Ч, соединяя его со словом Ю. That you. That you. Теперь давайте рассмотрим I thought. Как видно из примера, у вас второе слово thought, думал. И предлог that начинается и заканчивается на один и тот же звук, Т-Х. Во втором слове thought мы должны выбросить последний звук Т. И когда вы его произносите со вторым словом that, вы ставите язык между зубами. И это должно происходить достаточно быстро. I thought that you wouldn't come. Слово wouldn't мы не произносим последний звук Т. Итак, давайте рассмотрим еще раз. I thought that you wouldn't come. Но на самом деле, помните, что для того, чтобы говорить с американским акцентом, нужно соединять слова между собой. Поэтому I thought that you wouldn't come будет более правильнее, чем если бы мы разделяли каждое слово и произносили его отдельно. Итак, I thought that you wouldn't come. И, наконец, четвертое предложение. Повторяйте после меня. Итак, давайте теперь разберем каждое слово подробно. Значит, окей, здесь все примерно, все предельно понятно. But aren't you missing something? Итак, из предыдущих уроков вы помните, но если вы забыли, я вам напомню, что если у вас звук Т находится в позиции между двумя гласными звуками, то он превращается в звук Д. В данном случае у нас звук Т находится между гласным звуком Ю, слово but, и гласным звуком Э. Поэтому мы произносим, поэтому мы произносим but, aren't, вместо but, aren't, и помните, что необходимо слова соединять. Поэтому мы не произносим, поэтому мы не произносим but, aren't, отдельно. Мы соединяем эти два слова в одно. But aren't. Так как у нас aren't заканчивается на звук Т, и после него идет местоимение Ю, вы произносите его to. Давайте попробуем произнести это предложение еще раз. Okay. But aren't you missing something? But aren't you missing something? Теперь давайте разберем, как произносится звук Д, стоящий перед словом или местоимением Ю. Здесь все по аналогии. Мы озвончаем наш звук ЧУ, и получается джю. Давайте рассмотрим это на примерах. Did you see it? Did you see it? Add you. Add you. Would you like something to drink? Would you like something to drink? В данном примере, во втором случае, Д плюс Р произносится как джю. Об этом мы поговорим чуть позже. Could you help me, please? Could you help me, please? Итак, следующее правило – это произнесение звука Т в позиции Т плюс Р. Произносится звук Т как Ч. Опять же. Например, повторяйте после меня. Три. Стрит. Стрейт. Тру. Аустрейлия. Стронг. Стрэндж. Экстримли. Трамп. Трак. Как было слышно, во втором-третьем примерах мы не произносим последний звук Т. Этот звук выпадает. Так, теперь давайте рассмотрим следующее правило. Если у вас слово заканчивается на звук Д и после него начинается звук Р, то произносится звук Д как дж. Например, Дрэгон. Дракула. Дринк. Драйв. Драм. Дроун. Дранк. Друл. Дрэг. Дрэп. Итак, обращайте ваше внимание на эти простые правила. И ваш акцент станет меньше, и вы будете звучать как настоящий носитель языка. На сегодня это все. Меня зовут Кирилл. Это был канал Easy English. Встретимся в следующем видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok